вопрос почему люди долго не живут зачем людям долго жить зачем если человеческая жизнь это школа в ходе которой человек должен понять что можно либо радоваться либо страдать если человеку сказать чего ты научился на протяжении жизни что могло бы быть полезно для высших сил человек скажет ну вот знаете человек говорит я так много всего знаю много всего знаешь к чего полезного для кого полезного полезного для наверное людей для тебя для детей для чего угодно а для бога это полезно ему вообще это не полезно а что может быть для него полезно есть понятие называется духовное развитие а духовное то какое это когда чувства хорошие когда человек живет он должен обучить свою душу что в мире чувства хорошие могут возникать может возникать часть они за что приятное состояние приятное отношение радость наслаждение жизнью а если человек прожил и он вот таким образом просто прожил как бы выживал и после этого у него спросить как вообще дела человек начинает говорить вот я сейчас вспомнила меня там папа обижал в школе там обижали и так далее то есть в чем же духовное развитие такого человека или такого существа духовного развития нет никакого получается если духовного развития нет никакого а душа все время через воспоминания страдает то зачем еще дольше если ты уже и так настрадался условно это выглядит так человек родился от этого страдал 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 потом заболел страдал и умер в страданиях тогда бог нас любит потому что если человек страдает он дает ему меньше лет жизни тогда страданий меньше тогда зачем дольше жить чтобы страдать дольше так это же бесчеловечно тогда не нужно страдать тогда лучше коротко без страданий зачем еще дольше жить посмотрите сколько страданий вы доставляете тем людям которые живут рядом с вами человек сам страдает потом со временем становится генератором страданий потом обвиняют всех в своих страданиях потом еще и все вокруг должны страдать как он и вот такие генераторы люди сами страдающие делающие страдания всем вокруг себя они говорят мы бы хотели еще дольше жить ну ладно в тот момент когда человек сам по себе страдал находясь там у себя в одна комната или там большое там во дворце страдал никого не трогал одно дело но когда человек начинает рассеивать свои страдания из-за него начинают страдать и дочки и внучки еще кто-то то не слишком было бы это негуманно с позиции высших сил прекратить эти страдания для всех окружающих людей